Вот он наш красавчик CDE-175R. Вот так выглядит у него лицевая панель, один бачок, вверх, второй бок, сзади. Небольшой вентилятор, который при включении сразу начинает работать, значит три аудио выхода, фронт, задний и сабвуфер, вход антенны, подключение рулевого управления или джойстика, как кому больше нравится. Ремоут, стандартная клемма, которая идет дальше с евриками. В общем вот так вот. Если у вас вот такие на экране кракозябры, то есть он не понимает русский язык, нужно просто зайти, нажать кнопку аудио, зайти в настройки general, выбрать language setup и включить русский язык. Теперь все меню, все абсолютно, будет на русском. И трек, который на русском, должен показывать название трека, то он не будет на русском. Соответственно те, что на английском, они будут все равно на английском. Вот так вот. Значит, что касается остальных настроек, короткие аудио настройки вот здесь находятся. Просто кнопку аудио нажимаем один раз. Это уровень сабвуфера, это уровень баса. Я объясню потом, где бас этот находится, на какой строчке эквалайзера. Третий раз это высокие частоты, тоже они находятся на определенной линии эквалайзера. Это баланс, это фейдер вперед-назад. Это выключаем все эквалайзеры, улучшайзеры и кроссоверы. То есть все по нулям идет. Ну и по-моему все здесь, тут громкость уже дальше идет. Дальше, чтобы зайти в глубокие настройки, то есть те, которые находятся дальше, мы нажимаем эту кнопку. На ней написано аудио и маленький сетап написано. Здесь перемещаемся по менюшке. Здесь очень много всего. Ну нас в основном интересует, что дисплей. Здесь можно выбрать тип подсветки. То есть у меня стоит синий, да, как родной он альпиновский. Можно выбрать зеленый. Такой красненький он будет. Везде тут красным светится, может быть плохо видно. Такой типа розовый как бы. Ну и все. В принципе их четыре. Я не знаю, он красный или оранжевый. Тут, короче, непонятно. Сейчас солнце яркое. Я и так прикрыл машину. Вот. Делаем назад синюю. Диммер это приглушение яркости всех, всей подсветки. Если он у вас включен, у вас будет чуть-чуть тусклее. Чтоб не сильно слепило ночью, например. И его можно регулировать. Уровень диммера трехуровневый. Можно делать ярче на однерку. Можно потише на тройку, как у меня. Нажимаем на эту, на регулятор громкости. Как заметили, да, то есть вот так передвигаемся, прокручивая его. А нажимаем, значит мы входим глубже в меню настройки. Возвращаемся на предыдущий уровень кнопкой назад. Так. Ну все остальное, в принципе, тут понятно. Насчет приветствия можно отключать, включать, прокрутка текста, как будет идти тут. Все это, в общем, понятно. Вот. Что нас еще интересует в основном? Нас интересуют аудионастройки. Здесь есть фильтры. Значит, три канала. Сразу в фильтрах идет фронт, зад и сабвуфер. Ну, сабвуфер мы можем порезать, от скольки нам удобно. Здесь стоит сейчас, вообще ничего не режется. То есть, слоп стоит во флет, уровень 0. То есть, если нам нужно сабвуфер порезать, например, ну от 63 Гц, да, мы выбираем частоту 63 Гц. Выбираем уровень среза 6, 12, 18 либо 24 дБ на октаву. Выбираем уровень среза. То есть, ну, насколько сильно мы его будем резать. Режем. Ну, как обычно, все минус 12 режут. То есть, ну, как можно мощнее, чтобы дальше не проходили эти частоты после 63 Гц. Чтобы дальше не проходили ни на мид, ни на средней частоту, ни на высокий, никуда. То есть, все, чтобы шло на сабвуфер до 63 Гц. Дальше выбираем, например, зад, да, задние динамики. Ну и режем здесь, например, от 80. То же самое делаем крутизну среза и уровень убираем, да, до минус 12. Ну, это как бы на слух. Кто-то, кто настраивает на слух, нужно слушать. И вообще, как люди советуют, надо делать вот так. Я делаю на слух. Но, опять же, будете наваливать, и могут динамики сгореть, которые не предназначены на такой частоте играть. Дальше фронт тоже самое. Режу, например, от 80. Крутизну среза 24 делаю. Уровень минус 12. Звук сразу меняется, его практически не слышно сейчас становится, потому что частоты низкие ушли все. Дальше, что нам с этим теперь делать? Нам нужно его сохранить как-то. Мы выбираем одну из шести кнопок, например, пятерку. Зажимаем ее и держим. Защита, да, нажимаем, да. Он сохраняет. Теперь, даже если вы отключите аккумулятор, у вас сохранится настройка фильтров. Когда вы заходите в фильтра, при следующем включении магнитофона, вы можете выбрать одну из шести настроек. У меня вот однерка есть, пресед один. Двойка. Сразу слышно, звук другой сразу. Тройка. Четверка. Пятерка. Шестерка. Он будет демонстрировать вам, пока вы второй раз не нажмете на эту кнопку, чтобы оставить эту настройку включенной. Он будет демонстрировать, просто вам показывать, где какие срезы. Сейчас все по нулям идет на шестерке. Я еще раз ее нажимаю. Он ее включает. Теперь можно редактировать. Но я не буду редактировать. Я возвращаюсь на следующий уровень и мы будем смотреть параметрический эквалайзер. Итак, параметрический эквалайзер. Зажимаем аудио. Заходим в аудио настройки. Выбираем параметрический эквалайзер. Здесь у нас 9 полос. Выбираются они также крутилкой. Вот. Значит, первая полоса у нас настраивается и остается постоянно. То есть, сначала выбираем частоту, на которой мы будем его убавлять, либо прибавлять. Ну, если, например, у нас там не хватает баса, например, на 40, на 50 можно его добавить. Это так называемая добротность, я думаю. То есть, ширина полосы эквалайзер. То есть, это шире она будет, либо уже. То есть, сужение, расширение этой параболы. Это уровень. Вот band 2, да? То есть, вторая полоса, которую пропускает эквалайзер. Вот она у нас находится вот здесь вот. Потом, как мы ее настроим, выберем, да, частоту, которую нам надо, вот здесь. Выберем добротность, да, так называемую. Сохраним это все дело. И потом, когда мы нажимаем просто кнопку аудио, и вот здесь после сабвуфер-левел появляется бас. Вот он. Вот мы его меняем. Вот это она и есть. Вот эта полоса вторая. То есть, когда мы настраиваем вот здесь вторую полосу, вот тут у нас регулятор, вот там на быстрых настройках, вот он здесь находится. То есть, вот этот левел, он вот там у нас настраивается. То есть, мы его больше-меньше сделаем вот эту именно полосу, вторую. То есть, если нам нужно быстро добавить бас или убавить, вот здесь назначайте какую вам надо частоту. На Band 2. Дальше. Дальше. Что касается вот этой вот, вот этой вот настройки. Вот эту, которую мы добавляем. Где она находится? Она находится у нас на Band 8. То есть, вот здесь какую мы частоту поставим, вот здесь, ту мы и будем настраивать в быстрых настройках. Вот здесь. Вот здесь добавляется или убавляется восьмая полоса девятиполосного эквалайзера. Дальше. Все мы настроили, нам все нравится. Ну, у меня, например, на однерке, да, стоит любимый пресед. Вот. То есть, вот идет демонстрация этого преседа сначала. Если мы хотим, чтобы он у нас оставался дальше, мы просто нажимаем еще раз однерку. Вот. Чтобы его сохранить. Сохранить, да. Ну, то есть, мы взяли, например, настроили, как нам надо. И чтобы сохранить, также нажимаем эту цифру, на которую нам нужно. То есть, я выбрал сейчас пятерку. Ну, и там, поднастроил ее чуть-чуть, да, там. Взял на пятерку, ту же самую опять нажал. И здесь у меня перезаписать или нет. Ну, если у вас не записано еще ничего на пятерке, да, например, было. То вас просто будет защитить, сохранить. То есть, вы нажмете да и все. Вот. Я нажимаю нет. И у меня свои настройки здесь. То есть, очень-очень гибкие настройки эквалайзера. Вот. Вот. Ну, а также еще есть заводские там. Всякие-всякие разные. Дофига их здесь. Ну, в принципе, вот все, что основное по нему я хотел сказать. Я, в принципе, сказал. Если кто не знает и не хочет лезть в инструкцию, то, что на экране выводится, быстро поменять вот этой кнопкой. Раз. То есть, можно вот такой экран, чтобы был такой. Ну, либо название трека, который сейчас, к сожалению, не видно. Сейчас попробуем. Поставим английский. Нет, все равно не показывает. Но вот здесь показывает. Ну, вот так вот. Сейчас попробуем еще раз поставить русский язык. И посмотрим, будет ли он нам показывать. Английское название трека. Да, показывает. Ну, видимо, в том названии трека, который играл, что-то некорректно в названии. Как-то оно введено криво. Может быть, какие-то символы нечитаемые есть и так далее. Но особенностей много. В общем, вот так вот. Что касается качества звучания. Блин, ну, аппаратом я доволен. На свои деньги он хорошо играет. Есть аппараты лучше, но они дороже уже на порядок идут. То есть, там надо будет добавить 3... 3 и больше тысяч, надо будет добавить рублей, чтобы купить лучше аппарат. Ну, все. Всем удачи. Делаем репост, лайкаем, подписываемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok